Осип Мандельштам «Ярусалима ночь и чад небытия» Краткий курс истории социального аутодофе в России двадцатого века выглядел бы следующим образом. Сначала дворянство, как класс, прокалило собой всю толщу бытия. «Если ж дров в плавильной печи мало, Господи, вот плоть моя» Максимилиан Малышинский. Затем интеллигенция запустила механизмы самоуничтожения «Смело мы в бой пойдём, за власть советов, и как один умрём» После чего социальная эстафета самосожжения была передана новому тысячелетию с целью окончательного растления села и люмпинизации рабочей силы. Какова причина этой автоагрессии, этого духа времени, запечатлённого поэтом в ёмком образе века Волкодава? Что это? Страх? Рессентимент? Чад небытия под занавес космического цикла? Или попросту недомыслие? Откуда и возможно ли такое пережить? Или автоагрессия есть окончательный приговор государственности и цивилизации? Виделся серым не один Блок. Видела серенькой в эти дни Александра Андреевна, блеклая и прекрасная пара Эль Саша и Люба. Кроме того, тётка и мать Блока вели какие-то счёты с третий, присутствовавший за обедом сестрой. Серёжа невнятицы противопоставил Брюсова, Ницше, профессора Соболевского, отмахиваясь и от колпачков и от дурачков. Какова ж была его злость, когда в шедевре идиотизма слова его или в балаганчике себя узнал мистиком с провалившейся головой? – Нет, каков улгун, каков клеветник, – облегчал душу он. Не мы ли его хватали за шиворот? Говори, да яснее, яснее, он же в свою чепуху облёк нас. Факт. По мнению многих, Соловьёв и Белый тащили невинного Блока в невнятицу. Корень же при между нами. Блок нас усадил в неразбериху свою, отказавшись дать объяснение. Потом заявил в письме, что разорвал с лучшими своими друзьями. Свидетельствовал. В эти дни не он рвал отношения с тем, кого называл лучшим другом. С ним рвали. Он всё ещё мяблит. Серёжу люблю я, он какой-то особенный. Правду сказать. Припахивали дворянские роды. Припахивали и слова, кто чьё отродье. Уродлива философия рода, преподаваемая поэмой «Возмездие», в которой описан упадочник профессор Александр Львович Блок. Всякая родовая мораль, поворот на Содомы, не выродок ли отравит кровь поэта. Что там Коваленский? У каждого собственного добра довольно. В 1905 году, сидя в гнезде, Александр Блок с видевым наслаждением выслушивал колкости по адресу чужого гнезда. И, думал я, уничтожить бы дворянские гнёзда, а не клопиные гнёзда. Скоро я требовал решительных действ, а не только митингов протеста от всех тех, кто себя причислял к интеллигенции, независимо от того, Бекетовы ли, Коваленский ли, Блоки ли они. Я должен сказать, то, что я выслушал в шахматове за чайным столом, что потом дослушал в дедове Абекетовы, Коваленских, видящих лишь чужие сучки, а не брёвна свои, лишь усиливало желание ударить по всем родам одинаково. Андрей Белый между двух революций Век Век мой, зверь мой, кто сумеет заглянуть в твои зрачки и своею кровью склеит двух столетий позвонки? Кровь в строительницах лещет горлом из земных вещей, захребетник лишь трепещет на пороге новых дней. Тварь, покуда жизнь хватает, Донести хребет должна, И невидимым играет позвоночником волна. Словно нежный хрящ ребёнка Век младенческой земли Снова в жертву, как ягнёнка, Темя жизни принесли. Чтобы вырвать век из плена, Чтобы новый мир начать, У зловатых дней колено Нужно флейтою связать. Эта век волну колышет Человеческой тоской, И в траве гадюка дышит Мерой века золотой. И ещё набухнут почки, Брызнет зелень и побег, Но разбит твой позвоночник Мой прекрасный жалкий век, И с бессмысленной улыбкой Вспять глядишь, жесток и слаб, Словно зверь, когда-то гибкий, На следы своих же лам. Кровь в строительницах лещет горлом Из земных вещей, И горячей рыбой мещет В берег тёплый хрящ морей, И с высокой сетки птичьей От лазурных влажных глыб Льётся, льётся безразличье На смертельный твой ушиб. 1922 Мандельштам – намад, кочевник, От которого шарахаются даже стены московских домов. Потом я поняла, что с Осипом Мандельштамом Дело обстоит иначе, И намадом его делают сознательно. Кто делал и как известно, Мерзавцы, лауреаты сталинских премий, С коммунистическим приветом свидетельствовали, Как подглядывали в замочную скважину При составлении протокола. Так Павленко тайно присутствовал на допросе в 1934 году, Как загоняли волка в западню. Видный советский писатель Ставский, Урождённый Кирпичников, Председатель Союза советских писателей в 1936-1941 годах, Рисовал доносу Ежову. Воистину видный со всех сторон. 16 марта 1938 года, Уважаемый Николай Иванович, В части писательской среды весьма нервно обсуждается вопрос об Осипе Мандельштаме. Как известно, за похабные клеветнические стихи антисоветскую агитацию Осип Мандельштам был года 3-4 тому назад выслан в Воронеж. Срок его высылки окончился. Сейчас он вместе с женой живёт под Москвой, за пределами зоны. Но на деле собирают для него деньги, делают из него страдальца, гениального поэта, никем не признанного. В защиту его открыто выступали Валентин Катаев, Прут и другие литераторы. Выступали остро. С целью разрядить обстановку Мандельштаму была оказана материальная поддержка через Литфонд. Но это не решает всего вопрос о Мандельштаме. Вопрос не только и не столько в нём, авторе похабных клеветнических стихов о руководстве партии и всего советского народа, вопрос об отношении к Мандельштаму группы видных советских писателей. И я обращаюсь к вам, Николай Иванович, с просьбой помочь. За последнее время Мандельштам написал ряд стихотворений, но особой ценности они не представляют. По общему мнению товарищей, которых я просил ознакомиться с ними, в частности товарища Павленко, отзыв которого прилагаю присём. Ещё раз прошу вас помочь решить этот вопрос об Осипе Мандельштаме. С коммунистическим приветом, Ставский. В отзыве Павленко при сём, канцелярский оборот царской охранки, столь милый сердцу и уму Ставского, говорилось «Я всегда считал, читая старые стихи Мандельштама, что он не поэт, а версификатор – холодной, голодной составитель рифмованных произведений. От этого чувства не могу отделаться и теперь. Читая его последние стихи, они в большинстве своём холодны, мертвы, в них нет даже того самого главного, что, на мой взгляд, делает поэзию. Нет темперамента, нет веры в свою страну». Язык стихов сложен, тёмен и пахнет пастернаком. Советские ли это стихи? Да, конечно, но только в стихах о Сталине это чувствуется без обиняков. В остальных же стихах о советском догадываемся. Если бы передо мной был поставлен вопрос, следует ли печатать эти стихи, я ответил бы – нет, не следует. Из хроники последних дней Мандельштама За гремучую доблесть грядущих веков, За высокое племя людей, я лишился и чаши на пире отцов, и веселья, и чести своей. Мне на плечи кидается век волкодав, но не волк я по крови своей. Запихай меня лучше, как шапку в рукав жаркой шубы сибирских степей, чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы, ни кровавых костей в колесе, чтоб сияли всю ночь голубые песцы мне в своей первобытной красе. Уведи меня в ночь, где течёт Енисей, и сосна до звезды достаёт, потому что не волк я по крови своей, и меня только равный убьёт. 17.18.1931.1935. Своим мерзотным чувством стукача Павленки не отличали Ахматову от Пастернака, Пастернака от Мандельштама. Пахнет Пастернаком. А каким дерьмом пахнет от самого нюхача, прислушиваться не станем. Лауреат умер от счастья на гребне борьбы с космополитизмом в 1951 году, 52 лет от роду. Вошь да глушь у неё, тишь да мша, полуспаленка, полутюрьма. Неправда, Мандельштама. Арестовать скитающегося Мандельштама было непросто. Органам необходимо бить точно, не наугад. Ставский, дабы решить этот вопрос о Мандельштаме, закрепостил его с супругой в доме отдыха, откуда трудно было убежать – в двадцати пяти верстах от железной дороги, в глуши без автомобилей и без извозчиков. Как святотени мученик Ребранд, я глубоко ушёл в немеющее время. Мандельштам. Мы ходили, как бы просвеченные рентгеновскими лучами. Взаимная слежка – вот основной принцип, которым нами управляли. – Чего бояться, – сказал Сталин. – Надо работать. Служащие несли свой мёд директору, секретарю порторганизации и в отдел кадров. Учителя при помощи классного самоуправления, старосты, профорга и комсорга могли выжать масло из любого школьника. Студентам поручалось следить за лектором. Взаимопроникновение тюрьмы и внешнего мира было поставлено на широкую ногу. В любом учреждении, особенно в вузах, служат множество людей, начинающих свою карьеру внутри. Они прошли такую прекрасную выучку, что начальство готово продвигать их в любой области. Уйдя на учёбу, они получают всяческие поощрения по службе и нередко оставляются в аспирантуре. Кроме них, связь поддерживается стукачами. И эти, смешавшиеся с толпой служащих, ничем от неё неотличимые, представляют ещё большую опасность. Выслуживаясь, они способны на провокации, чего почти не случается с бывшими служащими органов. Такова была повседневная жизнь, быт, украшенный ночной исповедью соседа о том, как его вызывали туда, чем ему грозили и что предлагали, или предупреждением друзей о том, кого надо и знакомых остерегаться. Всё это происходило в массовом порядке с людьми, за которыми индивидуальные слежки не устанавливались. Каждая семья перебирала своих знакомых, ищая среди них провокаторов, стукачей и предателей. После 1937 года люди перестали встречаться друг с другом, и этим достигались далеко идущие цели органов. Кроме постоянного сбора информации, они добились ослабления связей между людьми, разъединения общества, да ещё втянули в свой круг множество людей, вызывая их от времени до времени, беспокоя, получая от них подписки, а не разглашения. И все эти толпы вызываемых жили под вечным страхом разоблачения и, подобно кадровым служащим органам, были заинтересованы в незыблемости порядка и неприкосновенности архивов, куда попали их имена. Надежда Мандельштам воспоминает как облаком сердце одетое, и камнем прикинулась плоть, пока назначенье поэта ему не откроет Господь. Какая-то страсть налетела, какая-то тяжесть жива, и признаки требуют тела, и плоти причастны слова. Как женщины жаждут предметы, как ласки заветных имён, но тайные ловит приметы, поэт в темноту погружён, он ждёт сокровенного знака, на песнь, как на подвиг готов, и дышит таинственность брака в простом сочетании слов. Роза, как и всегда, дополняет и проливает свет на стихи. Надежда Мандельштам Какое наслаждение для повествователя от третьего лица перейти к первому. Это всё равно, что после мелких и неудобных стаканчиков напёрстка вдруг махнуть рукой, сообразить и выпить прямо из-под крана холодной сырой воды. Страх берёт меня за руку и ведёт. Белая нитяная перчатка. Я люблю, я уважаю страх, чуть было не сказал, с ним не страшно. Математики должны были построить для страха шатёр, потому что он координата времени и пространства. Они, как скатанный войлок в киргизской кибитке, участвуют в нём. Страх распрягает лошадей, когда нужно ехать, и посылает нам сны с беспричинно низкими потолками. На побегушках у моего сознания два-три словечка. И вот, уже, вдруг, они мотаются полуосвещённым севастопольским поездом из вагона в вагон, задерживаясь на буферных площадках, где наскакивают друг на друга и расползаются две гремящих сковороды. Железная дорога изменила всё течение, всё построение, весь такт нашей прозы. Она отдала её во власть безмысленному лопотанию французского мужичка из Анны Кореи. Железнодорожная проза, как дамская сумочка этого предсмертного мужичка, полна инструментами сцепщика, бредовыми частичками, скобяными предлогами, которым место на столе судебных улик развязано от всякой заботы о красоте и округлённости. Осип Мандельштам, Египетская Марта Чтоб приятель и ветра и капель Сохранил их песчанник внутри, Нацарапали множество цапель И бутылок в бутылках зари. Украшался отборной собачиной, Египтян государственный стыд, Мертвецов наделял всякой всячиной, И торчит пустячком пирамид. То ли дело любимец мой кровный И утешительно грешный певец, Ещё слышен твой скрежет зубовный Беззаботного права истец, Размотавший на два завещанья Слабовольных имуществ клубок И в прощанье отдав верещанье Мир, который, как череп глубок, Рядом с готикой жил озоруючий И плевал на паучьи права Наглый школьник и ангел ворующий, Несравненный вилон Франсуа. Он разбойник небесного клира, Рядом с ним незазорно сидеть, И пред самой кончиною мира Будут жаворонки звенеть. 18 марта 1937 Воронеж Высказаться от первого лица Письменно в стол устно для слушателей. Но каких? Случайные – чат небытия, Иные – не случайные – стучали и стучать будут. Поэт не сомневался, что случайных не бывает, А с тем, кто вышел в доносчики, уже ничего не попишешь. Потому – Иерусалима ночи. Осип Мандельштам всегда знал, что его понятия идут вразрез с временем – против шерсти мира. Но после четвертой прозы это его уже не страшило. В разговоре о Данте и Концоне он не случайно заговорил об особом виде зрения – Хищных птиц и мертвецов из Дантовой каминьи. Они не различают предметов вблизи, но способны видеть на огромном радиусе, Будучи слепы к настоящему. Они способны прозревать будущее. Надежда Мандельштам. Воспоминания. Как люб не натугой живущий, Столетием считающий год, Рожающий, спящий, орущий, К земле пригвождённый народ. Твоё пограничное ухо, Все звуки ему хороши – Желтуха, 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 Проклятой горчичной глуши. Октябрь 1930-го. Тифлис. После пятилетнего молчания с 26-го до октября 30-го года Стихотворения шли потоком, Сплошной массой, одно за другим. Слух обострился, Страх уступил необходимости. Неизбежность сказать с последней прямотой слово Придавало сил прозревать будущее. Я люблю военные бинокли С ростовщическою силой зренья. С нашими давальщиками мы обычно сговаривались О встрече на боковой безлюдной улице, Где, соблюдая полную конспирацию, Неторопливо проходили друг мимо друга, Успев на ходу взять конверт с подаянием. К наборщикам мы забегали в типографию, Когда накануне Ни с кем не удавалось говорить со встречи. С ними Осип Мандельштам познакомился летом 35-го года, Когда мы жили у мышебойца, В доме рядом с типографией и редакцией газеты. Он забегал к ним в поисках Слушателей своих свежесочиненных стихов. Особенно, если Стихотворение заканчивалось ночью, Когда только они И бодрствовали. Наборщики встречали его радостно, Но иногда молодые огорошивали оценками Прямо по литературной Газете. Зато старшие на них шикали. В период бедствий старики молча Выслушивали стихи, Задерживали Осипа Мандельштама на несколько минут Разговором о том о сём, Пока кто-нибудь из них не сбегает в магазин, А затем совали ему в руку пакетик с хедой. Получали они гроши и, наверное, сами Еле сводили концы с концами, Но считали, что нельзя Оставлять товарища в беде. Такое время. Надежда Мандельштам воспоминания. Мавоа Энгур Эфос. Поль Верлен. Мой голос пронзительный и фальшивый. Поль Верлен. Я скажу тебе с последней прямотой, Все лишь бреднь, Шерри Брэнди, ангел мой. Там, где Эллену сияла красота, Мне из чёрных дыр зияла срамота. Греки сбондели Елену по волнам, Ну, а мне солёной пеной по губам. По губам меня помажет пустота, Строгий кукиш мне покажет нищета. Пой ли, так ли, дуй ли, вей ли, Всё равно, ангел мэри, Пей коктейли, дуй вино. Я скажу тебе с последней прямотой, Все лишь брэнди, Шерри Брэнди, ангел мэри. 2 марта 1931. Москва. Зоологический музей. Имена наборщиков типографии, где в самые страшные годы Осип Мандельштам находил слушателей помощь, неизвестны. Кто они эти? Коли, Вани, Пети. Народ. Они не подписывали расстрельные списки и не доносили. Именами их не назовут улицы ни в Воронеже, ни в Великих Луках. Хотя и они тоже, как товарищ Ставский, погибли на фронте. В 43-м, будучи фронтовым корреспондентом правды, Ставский возвышался вблизи стреляющей снайперши, И враг поразил их обоих. Ныне имя видного советского писателя носит три улицы. В Великих Луках, в Пензе и в Мордовской Розаевке. Осип Мандельштаму достоился индивидуальной слежки одним из первых. Его литературное положение определилось уже к 23-му году, когда его имя было вычеркнуто из списков сотрудников всех журналов, а потому и кишели вокруг него стукачи в 20-х годах. Мы различали несколько разновидностей в этом племени. Легче всего определялись деловые молодые люди с военной выправкой, которые даже не симулировали интереса к автору, но сразу требовали у него последних сочинений. Осип Мандельштам обычно пробовал уклониться. У него, мол, нет свободного экземпляра. Молодые люди тотчас предлагали все переписать на машинке. И для вас экземплярчик сделаем. С одним из таких посетителей Осип Мандельштам долго торговался, отказываясь выдать волка. Это происходило в 1932 году. Деловитый юноша настаивал, утверждая, что волк уже широко известен. Не допившись рукописи, он пришел на следующий день и прочел волка наизусть. Доказав таким образом широкую известность стихотворения, он получил необходимый ему авторский список. Эти стукачи, выполнив очередное задание, бесследно исчезали. У них было еще одно достоинство – они всегда спешили и никогда не притворялись гостями. Очевидно, в их функции не входило наблюдение за кругом, то есть за теми, кто нас посещает. Второй вид стукачей – ценители. Чаще всего представители той же профессии – сослуживцы, соседи. В ведомственных домах сосед всегда бывает и сослуживцы. Эти являлись без телефонного звонка, не сговорившись, как снег на голову. Так сказать, на огонек. Они сидели подолгу, вели профессиональные разговоры, занимались мелкими провокациями. Принимая такого стукача, Осип Мандельштам всегда требовал, чтобы я подала чаю. Человек работает – нужно чаю. Чтобы втереться в дом, они прибегали к мелким хитростям. Саргиджан, он же Бородин, заявился к нам в первый раз с рассказами о Востоке. По происхождению он молод в Средней Азии и сам учился в Медресе. В доказательство своей восточности он притащил небольшую статуэтку ярмарочного Будды. Будда служил доказательством, что Бородин, он же Саргиджан, знаток Востока и настоящий ценитель искусства. Как сочетался Будда с магометанством в Медресе, мы так и не выяснили. Вскоре Саргиджана прорвало, и он наскандален. А вакансия при Осипе Мандельштаме очевидно освободилась, потому что незванно-негаданно пришел другой сосед и для первого знакомства притащил точно такого же Будду. На этот раз Осип Мандельштам взбесился. Опять Будда? Хватит! Пусть придумают что-нибудь другое! И выгнал неудачного заместителя. Чаю он не получил. Надежда Мандельштам – воспоминания. Там, где купальни, бумага, предильни и широчайшие зеленые сады, на реке Москве есть светоговорильня с гребешками отдыха, культуры и воды. Эта слабогрудая речная волокита, скучные и нескучные, как холва холмы, Эти судоходные марки и открытки, на которых носимся и несёмся мы. У реки Оки вывернута века, оттого-то и на Москве ветерок. У сестрицы Клязьмы загнулась ресница, оттого на Яузе утка плывёт. На Москве реке почтовым пахнет клеем, там играют шуберта в раструбы рупоро. Вода на булавках и воздух нежнее лягушиной кожи воздушных шаров. Май 1932 В мыслях, как прожить ещё одну ночь. В Петербурге жить, словно спать в гробу. В Москве черёмухи до телефоны, и казнями так имениты дни. О, город ящериц, в котором нет души. Помоги Господь прожить эту ночь. Ещё не умер ты, ещё ты не один. Третья и самая опасная разновидность называлась у нас адъютант. Это литературные мальчики. В академической среде аспиранты с самым активным отношением к стихам, знавшие наизусть всё на свете. Чаще всего они впервые приходили с самыми чистыми намерениями, а потом их завербовывали. Некоторые из них открыто признавались Осипу Мандельштаму, так бывало и с Анной Андреевной, что их вызывают и спрашивают. После таких признаний они обычно исчезали. Другие тоже вдруг, ничего не объясняя, прекращали к нам ходить. Иногда через много лет я узнавала, что с ними произошло, то есть как их вызывали. Так было с Эл, о котором я узнала от Анны Андреевны. Он не решился прийти к ней в Ленинграде и нашёл её в Москве. Вы не представляете себе, как вы просвечены, сказала. Обидно, когда вдруг таинственно исчезает человек, с которым завязалась дружба, но, к несчастью, единственное, что могли сделать честные люди – это исчезнуть. Иначе говоря, отказаться от звания адъютанта. Адъютанты же – это те, кто служил двум богам сразу. Любви к стихам они не теряли, но помнили, что сами они – тоже литераторы и поэты, и пора уже напечататься и как-то пристроиться в жизни. Именно этим их обычно соблазняли. И действительно, близость, дружба, любые отношения с Мандельштамом или Ахматовой никакого пути в литературу не приоткрывали. Зато чистосердечный рассказ о каком-нибудь невиннейшем, конечно, разговоре, который вёлся у нас вечером, и адъютанту помогут проникнуть на заветные страницы журналов. В какой-то критический момент литературный юноша сдавался, и у него начиналась двойная жизнь. Существовали, наконец, и настоящие любители зла, находившие вкус в своём двойственном положении. Среди них есть даже знаменитости, как, например, Эльсберг. Вот это, несомненно, крупная фигура в своей области. Работал он в другом кругу, и я о нём только слышал, но однажды, прочитав заголовок его статьи «Моральный опыт советской эпохи», поняла всю изощрённость этого человека. Статья эта появилась в тот момент, когда ждали публичного разоблачения автора, и своим заголовком и темой он как бы сообщал читателю, что ему ничего не грозит, как настоящему знатоку моральных норм нашей эпохи. Разоблачения всё-таки последовали. Хотя и не скоро, но даже такой ничтожной санкции, как изгнание из союза писателей, к нему применить не удалось. Он не потерял ничего, даже преданности своих аспирантов. Характерная черта Эльсберга. Отправив в ссылку своего друга Штейнберга, он продолжал навещать его жену и давать ей советы. Женщина, уже знавшая о роли Эльсберга, боялась выдать своё бешенство. Разоблачать стукачей у нас не полагалось, за это можно было жестоко поплатиться. Когда Штейнберг вернулся после двадцатого съезда, Эльсберг встретил его корзиной цветов, поздравлениями и рукопожатием. Надежда Мандельштам. Воспоминания. Карташову Среди священников, левитом молодым, На страже утренней он долго оставался. Ночь иудейская сгущалась над ним, И храм разрушенный угрюмо созидался. Он говорил, «Не без тревожна желтизна, Уж над гефратом ночь, Бегите, иереи!» А старцы думали, Не наша в том вина, Все черно-жёлтый цвет, Все радость иудей. Он с нами был, Когда на берегу ручья Мы в драгоценный лён Субботу пеленали И семисвешникам Тяжёлым освещали Иерусалима ночь И чад небытия. 1917-й «Партия – это перевёрнутая церковь, Основанная на обожествлении человека», Исповедовал Осип Мандельштам. «Мы жили среди людей, Исчезавших на тот свет, В ссылке в лагеря в преисподнюю, И среди тех, кто отправлял В ссылке в лагеря На тот свет в преисподнюю». Надежда Мандельштам. «Были мы люди, А стали людьё!» Осип Мандельштам. Как я заметил, А в рабочих семьях В то суровое время Разговаривали Гораздо более прямо и открыто, Чем в интеллигентстве. После московских недомолвок И судорожных оправданий террора Мы терялись, Слыша беспощадные слова наших хозяев. Нас ведь научили молчать. И Татьяна Васильевна На какую-нибудь уклончивую реплику Осипа Мандельштама говорила, Жалостью глядя на него. Ничего не поделаешь, Все мы пуганные. Уже отцы и деды наших хозяев Работали на заводах. Татьяна Васильевна Не без гордости объясняла. Мы потомственные пролетарии. Она помнила политических агитаторов, Которых ей приходилось в царские времена Прятать у себя в доме. Говорили одно, а что вышло. К процессам оба относились С полным осуждением. Нашим именем какие дела творятся, Говорил хозяин с отвращением отбрасывая газету. Их борьба за власть. Вот как он понимал происходящее. Что все это называлось диктатурой рабочего класса Приводило обоих в ярость. Заморочили вам голову нашим классам. Или власть, говорят, за нашим классом. А пойди сунься, покажут тебе твой класс. Я изложила старикам теорию о том, Что классами руководят партии, А партиями вожди. Удобно, – сказал старик. У обоих было понятие пролетарской совести, От которого они не желали отказываться. Надежда Мандельштам. Воспоминания. Люблю под сводами седые от тишины, Молебнов, панихид, блужданье, И трогательный чин им уже все должны У Исаак отпеванье. Люблю священника неторопливый шаг, Широкий вынос плащаницы И в ветхом неводе генесаретский мрак, Великопостные седмицы. Ветхозаветный дым на тёплых алтарях И Иерея – возглас сирый, Смиренник царственный, Снег чистый на плечах И одичалые порфиры. Соборы вечные Софии и Петра, Амбары воздуха и света, Зернохранилища вселенского добра И риги нового завета. Не к вам влечётся дух В годины тяжких бед. Суда влочиться по ступеням Широкопасмурным несчастья волчий след. Ему вовеки не изменен. Зене свободен раб, Преодолевший страх, И сохранилось свыше меры В прокладных житницах В глубоких закромах, Зернохранилища полной веры. 1921. Направление в Саматихово, Профсоюзную здравницу в Дальнем Подмосковье, Было выдано Ставским в конце февраля, Пока не решится вопрос. В начале марта супруги Прибыли на станцию Чайрусти, Где их уже ждали розовыми с совчинами, Чтобы не замёрзнуть. Всё шло как по маслу. Отсутствие неувязок наводило на мысль, Что их принимают как почётных гостей. В 13 апреля 38-го письмо Ставского-Ежову Было зарегистрировано в 4-м отделе Главного управления госбезопасности. Основываясь на доносе, Начальник 9-го отделения 4-го отдела ГУГБ Товарищ Юревич составил справку. На неё легли три резолюции. Товарищ Фриновский, Прошу санкцию на арест Зурбенко, Арест согласован с товарищем Рогинским, Арестовать Фриновский, 29 апреля 38-го года. «Смертоубийственная промышленность Всегда самая передовая» – Фридрих Ангис. Недалеко до Смирны и Багдада, Но трудно плыть, А звёзды всюду те же. В те дни, когда решалась участь Клычкова и Васильева, Мы с Осипом Мандельштамом, Ожидая поезда на станции Савёлова, Случайно достали газету и прочли, Что смертная казнь отменяется, Но сроки заключения увеличиваются До двадцати лет. Осип Мандельштам сначала обрадовался, Казни всегда вызывали у него ужас, А потом сообразил, в чём дело. «Как они, вероятно, там убивают, Если им понадобилось отменять Смертную казнь», – сказал он. В 37-м году нам стало ясно, Что людей отбирают для уничтожения По принципу «треба» или «нетреба». Одежда Мандельштам – воспоминания. На мёртвых ресницах Исаакий замёрз, И барские улицы синие, Шарманщика смерти и медведицы ворс, И чужие поленья в камине. Уже выгоняет выжилятник пожар Линейк раскидистых стайку, Несётся земля, Неблированный шар, И зеркало корчит всезнайку. Площадками лестниц разлаты туман, Дыханье, дыханье и пенье, И шуберта в шубе застыл талисман. Движенье, движенье, движенье. 3 июня 1935-го. Воронеж. Поэта арестовали в Саматихе В ночь с 1 на 2 мая. Провожать мужа до станции Надежде Яковлени не позволили. И мне дали даже проститься. Не у меня, не у тебя. У них вся сила окончания родовых. 9 мая из внутренней тюрьмы НКВД Осип Мандельштам был переведён в Бутырку. 20 июля подписано обвинительное заключение в антисоветской агитации по статье 58.10 УК РСФСР. Особое совещание при НКВД СССР Приговорило поэта к пяти годам исправительно-трудовых лагерей. Что же касается до сталинского террора, то мы всегда понимали, что он может ослабеть или усилиться, но кончиться не может. Зачем ему было кончаться? С какой стати? Все люди заняты, все делают своё дело, все улыбаются, все беспрекословно исполняют приказания и снова улыбаются. Отсутствие улыбки означает страх или неудовольствие, а в этом никто не смел признаться. Если человек боится, значит за ним что-то есть, совесть нечиста. Каждый, находившийся на государственной службе, а у нас каждый ларёшник, чиновник, да ещё ответственный, ходит весёлым добрячком. То, что происходит, мне не касается. У меня ответственная работа, и я занят по горлу. Я приношу пользу государству, не беспокойте меня. Я чист, как стёклышко. Если соседа взяли, значит было за что. Маска снималась только дома, да и то не всегда. Ведь и от детей надо было скрывать свой ужас. Не дай Бог, в школе проболтаются. Многие так приспособились к террору, что научились извлекать из него выгоду. Спихнуть соседа и занять его площадь или служебный стол – дело вполне естественное. Но маска предполагает только улыбку, а не смех. Веселье тоже казалось подозрительным и вызывало повышенный интерес в соседей. Чего они там смеются? Может, издеваются? Простая веселость ушла, и её уже не вернуть. Надежда Мандельштам. Воспоминания Эта ночь непоправима, а у вас ещё светло. У ворот Иерусалима солнце чёрное взошло. Солнце жёлтое страшнее. Баю, баюшки, баю. В светлом храме Иудеи хоронили мать мою. Благодати не имея и священства лишены, В светлом храме Иудеи отпевали прах жены. И над матерью звенели голоса израильтян. Я проснулся в колыбели. Чёрным солнцем осиял. 1916. 8 сентября 1938 года заключённого Мандельштама этапировали на Дальний Восток. 27 декабря он скончался в пересыльном лагере под Владивостоком. Есть свидетельства, что тело поэта пролежало непогребённым до самой весны, Пока весь зимний штабель умерших от собственного тифа Не был закопан в братской могиле. Дано мне тело. Что мне делать с ним? Страшно подумать, что наша жизнь – это повесть без фабулы и героя, Сделанная из пустоты и стекла, из горячего лепета одних отступлений, Из петербургского инфлуэнсного бреда. Розовопёрстая Аврора обломала свои цветные карандаши. Теперь они валяются, как птенчики с пустыми разинутыми клювами. Между тем во всём решительном не чудится задаток любимого прозаического бреда. Знакомо ли вам это состояние, когда у всех вещей словно жар, Когда все они радостно возбуждены и больны, Рогатки на улице, шелушенья афиш, Рояли, толпящиеся в депо, Как умное стадо без вожака, Рождённое для сонатных беспамятств и в кипячёной воды. Тогда, признаться, я не выдерживаю карантина И смело шагаю, разбив термометры по заразному лабиринту, Обвешанные предаточными предложениями, Как весёлыми случайными покупками, И летят в подставленный мешок поджаристые жаворонки, Наивные, как пластика первых веков христианства. И калач, обыкновенный калач, Уже не скрывает от меня, Что он задуман пекарем, Как российская лира из безгласного теста. Осип Мандельштам, Египетская Марка Куда как страшно нам с тобой, Товарищ большой ротой мой, Ох, как крошится наш табак, Щелкунчик, дружок, дурак, А мог бы жизнь просвистать скворцом, Заясть ореховым пирогом. Да, видно, нельзя никак. Октябрь 1930-й